Хорошо, когда маршрут-навигатор выстраивает в хорошие, красивые, не знаю, приятные места для отдыха. И, к счастью, у нас в Ростовской области их огромное количество. Об одном из них и пойдет дальше речь с нашей гостьей Еленой Архиповой, административным директором парка семейного отдыха «Станция Морская». Елена, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, Елена. Не знаю, давай ты тогда сразу раз уж на право отдыха. Ну, давайте. Мне, как женщине, всегда интересно, куда можно сходить, что можно посмотреть. Знаю, что есть такая необычная точка на карте у нас здесь, географическая, в Ростовской области. Так и называется она «Станция Морская». Вот чем она уникальна? Да, совершенно верно. На самом деле немногие люди, оказывается, знают, что буквально час езды от Ростова, а от Таганрога так это вообще полчаса буквально. Есть замечательные места, есть красивая природа в нашей области, куда можно приехать, просто развеяться от городского шума, отдалиться, послушать пение птиц, насладиться морским бризом, свежим воздухом прекрасным. И как раз-таки такое место – это вот на станции «Морской», которая находится в Никлиновском районе под Таганрогом. Ну, чем оно необычайно, кроме того, что там морской бриз, свежий воздух и красота природы? Мало ей. Нет, я знаю, что место – это историческое, да? Совершенно верно. У этого места хорошая такая закрепленная репутация, богатая история. На самом деле в этом месте ранее был построен пансионат «Морская», так и назывался. С 30-х годов буквально прошлого века, то есть почти 100 лет этому месту, рекреации, которая принимает гостей. С 30-х годов работает пансионат. В годы Великой Отечественной войны, к сожалению, естественно, что место значения, функционал пансионата был утрачен, это был военный госпиталь. Туда очень оптимальное расположение по железной дороге привозили раненых, размещали в этом госпитале, лечили, восстанавливали. И, конечно, сейчас там в этом месте также находится памятник защите воинам, которые защищали станцию морскую. Поэтому изначально это вот историческая такая справка, да, историческое место. Но более того, после этого пансионат начал развиваться. Туда приезжали именитые гости, и Леонов, и Файна Родневская там отдыхала. И даже мне недавно сообщили, что попозже и Жанна Агузарова там отдыхала, очень нравилось гостям, потому что такое место, где отличное море, шикарные виды. Я уже повторюсь, да, замечательная природа. И это место просто манило многих-многих людей, и там был пансионат всесоюзного значения. Туда стекались со всех городов, наверное, бывшего СССР люди для того, чтобы отдохнуть, принять витамин Д, набраться положительных эмоций. В общем, там было очень здорово в те времена, но и сейчас не менее интересно там. Действительно, так интересно. Я уверена, что для многих зрителей вообще будет открытием, что в нашем городе, в нашей области есть вот такие удивительные места с такой богатейшей историей. Хотела спросить, а Брешнев там бывал? Ну да ладно, это такое чисто для меня было. Лена, скажите, вот, ну, на самом деле, конечно, отдых — это хорошо, и это полезно, это приятно, но в последнее время отдых такой вот парковый, что ли, не знаю, он действительно популярен. То есть мне казалось, что всегда люди любят рестораны, там клубы, там, может, какие-то бассейны, а тут парк. То есть как бы это же надо ехать, это же не вышел просто из дома и пошел в парк, это надо куда-то отправиться. Вот популярно это сейчас или, ну, так, ну, приезжают, приезжают? Очень даже могу ответить, очень даже популярно, потому что сейчас люди приезжают к нам отдохнуть для того, чтобы не просто набраться сил вдохновиться, да, они приезжают, у нас в том месте есть мангальная зона, то есть приезжают для того, чтобы приготовить вкусный обед элементарно на природе, устроить пикник. И как раз-таки есть в этом месте сейчас построенный амфитеатр, на котором можно расположиться, устроить пикник, любоваться заливом, там шикарнейшие закаты, то есть можно провести целый день время, оно пройдет незаметно, и как раз-таки, наверное, люди уже устали от этого шума, от такого ритма жизни, да, когда рестораны, клубы и так далее. Вот сейчас, наверное, все-таки хотят отдыхать и душой, и телом именно в таких вот тихих местах. Места хватит там всем, поэтому многие приезжают, но помимо этого, помимо парковой зоны, там же есть еще и другие развлечения, то есть есть там и аквазона, и новый аттракцион «Кукурузный лабиринт», то есть это также привлекает гостей для того, чтобы, ну, набраться каких-то новых впечатлений. Были люди, которые там в лабиринте остались, нет? Нет, люди в лабиринте. Будешь искать, это своего рода квест такой, найти лабиринт и найти людей, которые оттуда когда-то не вышли. Елена, ну, а все-таки вот ехать на такую местность, как станция морская, стоит с детьми или лучше взрослым людям? Все-таки есть ли там чем заняться малышам? Конечно, это вообще изначально семейный отдых, да, как и репутация, была слава, да, пансионата морская, подразумевался семейный отдых, так и сейчас. Приезжают, в принципе, и парами, почему нет, можно отдохнуть и вдвоем, а можно, конечно, с детьми, для детей там тоже все есть. У нас есть там прекрасная детская площадка, по выходным идут различные мероприятия детские, соответственно, детям, как минимум, есть чем заняться, даже в «Кукурузном лабиринте», это самая первая их стратегия попасть туда, потому что на входе дают карту, в эту карту нужно собрать 4 печати, это своего рода квест, и за 4 печати ты получаешь приз, ну, все рвутся в бой сразу. Как здорово! Кстати, примерно в том районе, насколько я понимаю, расположение, находятся вот такие места, как Мержаново, как Таневиз, да, и вот я имею в виду, что бывает такое, что люди едут, допустим, туда, а по дороге заскакивают. Вот вы как-то статистику ведете, что «А куда вы ехали? А мы ехали, а к нам заехали?» Ну, примерно, да, у нас там еще и самбекские высоты, добавок, да, Таганрог, поэтому, конечно, это направление, оно само по себе очень туристическое, привлекательное, интересное, и очень часто, очень многие люди, на самом деле, отправляются в путешествия на целый день, чтобы охватить все места, и вот, как бы, каждое место, оно по-своему уникальное и взаимодополняет друг друга. Если ты поехал в одно место, например, посетил музей, да, самбекские высоты, то непременно нужно на обратном пути заскочить и на станцию морскую все-таки. Вот, вот, у нас сегодня прям практически красная линия, это мы, значит, с ребятами поговорили про путешествия по России, а тут даже вообще и по России можно не ездить, все у нас в области, в районе Таганрога, друзья. Да, поэтому путешествуйте, конечно же, отдыхайте, делайте это вместе с нашей программой и с нашими, конечно же, гостями. Напомню, сегодня у нас в гостях был административный директор парка семейного отдыха станции «Морская» Елена Архипова. Лин, вы, кстати, сами отдыхаете там? Да, конечно, я хочу рассказать про аквазону, бассейн, да, там есть в этом месте бассейн с панорамным видом. На самом деле, по-моему, в области тоже нашей я таких еще бассейнов не видела, потому что ты плаваешь в бассейне, и у тебя взгляд устремляется в горизонт Таганрогского залива, да, то есть это очень такое интересное, наблюдать за закатом, возможно, вечером за падающими звездами, находясь в теплой водичке бассейна, и вот прекрасно можно провести время, как и в парке, да, допустим, там пожарить шашлыки, так и на аквазоне покупаться в бассейне, ну, или забежать в кукурузный лабиринт, поэтому с семьей почему нет? Есть специальные места, друзья, для отдыха людей, а есть, кстати, Лен, спасибо вам, кстати, огромное еще раз, это я сказал один раз, надо еще раз это сказать, а есть места замечательные, где могут отдыхать насекомые, ну, допустим, пчелы, ну, допустим, пасека.